Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Основная новость прошлой недели это арест Мальцева. Вообще в принципе как все это происходило это конечно вот живете вы живете в своей квартире в ус не дуете в один прекрасный день у вас начинают выпиливать дверь к вам входят в квартиру совершенно картонные персонажи которые ну живут по своему какому-то запрограммированному коду вы пытаетесь как-то взывать к их нему здравому смыслу но это бесполезное занятие примерно то же самое как разговаривать с промышленным роботом который производит сосиски или сигареты вот очень показательное мероприятие что она показала показала то что ребят если вот к такому человеку как мальцев такой раскрученный публичной персоне вот так вот власть может просто вломиться вы выпилив дверь то он соответственно это может произойти с любым жителем на территории российской федерации и не надейтесь не надейтесь что вас эта чаша минует потому что власть может придумать все что угодно повод вот для этой вот процедуры выпиливание вашей двери и соответственно вас арестование и этапирование вот все что угодно вас могут обвинить то что вы не в том месте перешли дорожный перекресток все что угодно и не надейтесь что вас кто-то защитит скорее наоборот если вы внимательно смотрели эти раздраженные видео про задержание мальцева все соседи будут сидеть по своим нормам как крысы или мыши и никто даже носу не вы не высунет как тому по это пропадает погибая именинница это про муху заготовку знает вот так что очень показательно имеет ли смысл ловить что-то в стране где по сути дела власть показала что она может творить все что угодно абсолютно закона просто нету закон от сама власти на на ходу закон будет писать прямо в вашем присутствии под протеста вашего дорогостоящего адвоката если вы сможете такого найти все 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 детально и просто это как бы первое что я хотел бы сказать для зрителей своего канала очень показательно очень такая показательная порка ну а теперь давайте копнем немножко поглубже посмотрим что же на самом деле происходит я думаю что многие из вас кто интересовался историей по крайней мере не спал на уроках в школе помнит историю про революцию в 1117 году только не ту октябрьскую февральскую революцию собственно говоря с нет все началось не было февральской революции никакого бы красного октября не было потому что тот момент ленин сидел у себя в швейцарии собственно говоря только занимался тем что бумажки пописывал вот ведь фактически фактически царя стинуло свое собственное окружение когда он стал уже просто поперек горла своими косяками и показал свое полное нежелание меняем невменяемости в плане управления страной только когда его собственное окружение вот этот верхушка элит тогда еще посчитала что необходимо предпринять какие-то действия и соответственно подкопаться под царя и отстранить его от власти потребует отречения от престола только тогда эта революция 17 года февраля стала возможным что мы наблюдаем сейчас на территории россии вот эта ситуация с мальцевым она ну на мой взгляд я специально выбрал такую паузу большую взял она показывает весьма очень интересную тенденцию я опять же высказываю свою точку зрения свои мысли то что я вижу вы можете не согласиться можете нет а того что вы будете в комментариях писать что-то в личном адрес матом там не знаю посылать меня оскорблять это ровным счетом ничего не изменит если у вас нет аргументов то как бы просто промолчите и послушайте что я говорю или просто сменить канал тоже как вариант вот но я просто вам рассказываю свои соображения то что я вижу ведь даже у путина даже у путина его режима есть изрядное количество умных и высоко оплачиваемых аналитиков которые мониторит ситуацию стране и отслеживают тенденции которые происходят и высказывают свои соображения опять же и путину и тем людям которые обязаны контролировать ситуацию и просчитывать что происходит и давать свои какие-то решения как ситуации управлять и в какую сторону ее направлять вот а с мальцем получается такая ситуация что а или власть вообще впала в маразм и не отдуплять что вообще происходит или б а как раз наоборот появилась определенная группа граждан наверху причем которая вот таким вот интересным моментом решила собственно говоря еще сильнее начать раскачивать ситуацию в стране и подвигнут народ на какие-то активные действия и тем самым я вижу здесь тогда явный тенденции что верхушка элит начинает под царя под вову великого очень серьезно так копать то есть выдается это как действие направленные на его же благо но на самом деле несут они совершенно другие последствия почему я так думаю посмотрите сами мальцев достаточно одиозная фигура данная раскрученная публичный но изначально мальцев был ориентирован на своих как бы вот взглядах и как он себя позиционирует на сугубо специальную прослойку населения эдакий мужичок хитрован который вещает достаточно простым языком и рассчитан был отнюдь не на средний класс и не на людей у которых свой собственный бизнес и кто относится к среднему классу и около к ним потому что я уже делал опрос по поводу мальцева у себя на канале почитал внимательно почитал все ваши комментарии и пришел к выводу что в основном мальцева поддерживает не представители среднего класса как больше на счете это рабочие крестьянская у него поддержка такая но никак не представители среднего класса который наоборот считает его прокремлевским проектом считали скажем так прокремлевским проектом и как бы очень скептически к мальцеву относились до момента от этого ареста и всех этих движений так вот с точки зрения аналитиков кремля логичнее было бы после вот ситуации с навальным после вот этой вот ситуации с димоном просто спустить все это на тормозах и подвергнуть мальцеву забвению и просто такому информационному вакууму типа а кто такой собственно мальцев кто это вообще такой по экрану телевизору не крутят никаких новостей с ним нету и постепенно бы интерес к мальцеву просто бы сам собой пропал бы если бы вот так вот поступить по умненькому то есть взять и просто такой информационный вакуум да там навальный там фигура там его задержали там он себя сам пиарит там навальный общательный песни вот но мальцева спокойно можно было такой засунуть в информационный вакуум и на тормозах бы все это прошло и ну как то это такой ну да какой-то там клоун где-то вещал что-то вот все про него все забыли вот как бы с точки зрения властей выглядели бы правильные действия а здесь получается что как будто специально набрали каких-то картонных дурилок таких ярко выраженных таких псов режима таких вот здравствуйте вот и сделали все возможно чтобы не накосячили как только вообще можно было накосячить в принципе если нужно позволяли бы условия наверно к нему бы на танки бы въехали в квартиру бы чтобы картина была вообще сливочным маслом вот но видимо на танке были технических проблем въехать но дверь выпилили все это показывалось в прямом эфире то есть это все было заснято подробно то есть вот кстати от родной новости у следователя который его арестовал сгорела машина говорят с проводкой какие-то проблемы возникли но что-то мне подсказывает что все еще у него в жизни предстоит это у него началось только все вернемся к нашей теме так вот а а тут человеку делают офигительный пиар не просто пиар офигительный пиар делают мальцев просто власть делать ему пиар она делать его великомучеником борьбы с режимом просто то есть вот с этой выпилкой двери со всеми вот этими арестами с его сердечным приступом своим вот этим вот все это было заснято и выложено миллионные просмотры я думаю что вот эти кадры никого не оставили равнодушными то есть даже люди которые скептически относились не понимают что все в этой стране ловить нечего дальше нужно принимать какую-то позицию свою там или а паковать чемоданы из страны уезжать или б если уж так все накипело и хочется выйти на улицу готовиться к тому когда придется на улицу выходить там с арматуринами с коктейлем молотов с знаменными флагами с чем угодно кто во что гораздо с тем и выйдет на улицу вот то есть тут у людей четко уже их расставили по разные стороны баррикад ну и третья сторона это кто продолжает цепляться за эту власть путинскую и соответственно видит себя защитником путинского режима и соответственно тоже попытается принять свою сторону на этих баррикадах то есть вот все население сейчас поставлено перед выбором какую сторону выбрать но скажем так вот после этого задержания думаю что вот таких вот вот людей которые как-то остались стране их осталось все меньше и меньше то есть и власть сделал по сути дела мальцеву офигенный пиар и народ еще больше возбудил то есть если бы начало года если вы помните велотекущий там вообще никаких событий не было ничего не предвещало того что в этом году начнется какая-то движуха сейчас я вижу как раз наоборот все дан четкий вектор того что дальше в россии будет происходить и больше то есть все начался сезон театральных постановок и я думаю что вот эта ситуация с мальцем это только начало что-то мне подсказывает что все только начинается и если мы выводы верны что есть определенная структура и определенные люди которые хотят вот таким вот образом добиться того чтобы народ активно вышел на улице и началось то же самое что происходило в восемьдесят девятом году а кстати говоря кто забыл я хочу напомнить очень все непросто было и восемьдесят восьмом году и восемьдесят девятом и в девяностом до девяносто первого года пока не начался вот этот вот путь якобы путь с танками со всем прочим все очень непросто происходило очень сложно сейчас будет на найти в архивах документальные кадры новостей время и там других компаний кто снимал но я вам хочу сказать что в москве с тысячи с милицией с военизированными соединениями где солдаты там население молотила саперными лопатками кто в москве жива не помнят это кто принимал участие в этих мероприятиях я думаю что жители глубинки надо про это уже забыли но москве вот эти стычки они просто накручивались и накручивались то одна акция протеста другая акция протеста вплоть там чуть ли до переворачивания этих армейских машин с заграждением все было очень серьезно до августа девяносто первого года все очень серьезно было но тогда народ сумели раскачать и вывести на улицу то что поклонников кпсс тогда было крайне мало тем более что из магазинов исчезли продукты питания алкоголь стал по талонам табак стал по талонам сахар стал по талонам никаких нормальных товаров магазинах уже не было все сметалось пошла серьезная проблема с рублем с наличной валютой то есть купить на рубли было практически ничего нельзя стране начался безумный дефицит вот и население накручивался накручивался в конце концов население вывели таки на улицу для того чтобы все вот это вот сделать вот красиво вот сейчас видимо у этих структур которые собираются повторить подобный сценарий может быть стоят такие же задачи то есть вполне вероятно что что-то прояснится какая-то картина и уже станут вырисовываться какие-то уже более-менее реальные фигуры которые будут уже направлять все это движение вот но опять же высказывают свои соображения но мне кажется что это только начал что вот мы сейчас наблюдаем вот эта вся ситуация это только начало и она очень показательно что именно началось это вот сейчас начале года вот вектор уже задан хочу услышать ваши комментарии насколько вы сами считаете мою точку зрения правильной относительно того что есть эти структуры которые просто сделали во и подставу вот с этим арестом мальцева и именно изначально был предназначен вся эта публичная акция вот этот именно для того чтобы раскачать народ и вызвать дополнительное озлобление перед властью вот я думаю что это вот в течение следующих может месяцев что-то еще произойдет вот просто так это все не заглохнет делайте свой выбор я еще постараюсь снять интересное видео скажем так свои мысли по поводу того какие дороги жизненные мы сами выбираем и каком направлении вообще имеет смысл идти я просто расскажу свои соображения вот это не то что кому-то хочу точку зрения навязать просто вслух выскажу свои какие-то мысли вот кому-то может это видео понравится будет интересно но вот вся думаю быть на днях его сниму буду читать все ваши комментарии еще раз повторю если вы просто будете мой адрес писать какие-то угрозы проклятия это не конструктивно и ничего вообще не поменяет можете все что угодно писать результат будет один бан и вечный эцик с гвоздями в одно касание все комментарии проходят прежде чем публиковаться мое моделирование я на этом канале диктатор вот прошу с этим смириться вот такая вот ситуация хорошего всем дня и удачи это и и и и и